Привет, дорогие мои друзья! С вами, как всегда, я, Олеся Медведева, и прямо сейчас будем подводить итоги уходящего дня и говорить о том, что произошло сегодня, 17 мая. Начнем, как обычно, с ситуации на фронте. Из сообщений Генштаба следует, что армия Российской Федерации атакует липцы. Это одна из ключевых целей российских войск на этом участке фронта наряду с Волчанском. В сообщении говорится, отражено 8 атак в районах населенных пунктов Липцы, Старица и Волчанск Харьковской области. При этом, американский институт изучения войны подтверждает, что российские войска приблизились к липцам с северо-востока, продвинувшись южнее захваченных недавно лукьянцев. Что касается Волчанска, украинские военные заявляют, что ситуация контролируемая. Ну, то есть, уже довольно часто используется эта фраза, мол, все вообще у нас под контролем, все нормально. На карте же Дипстейт захваченная территория города находится только на севере, но весь Волчанск отнесен уже к серой зоне. Накануне туда входила только половина города. Вместе с тем, сегодня ситуацию в Харькове прокомментировало украинское военно-политическое руководство. Главком Сырский заявил, что наступлением под Харьковом Российская Федерация расширила активную линию фронта почти на 70 километров, чтобы заставить ВСУ задействовать дополнительные резервы. По его словам, Российская Федерация хочет захватить Волчанск, а затем Белый Колодец, чтобы начать наступление в тыл украинских войск, которые действуют восточнее на Купенском направлении. При этом главнокомандующий заявляет, что прорыв обороны удалось не допустить, но впереди будут тяжелые бои и враг к этому готовится. О том же примерно заявил и президент Зеленский. Он сказал, что ВСУ стабилизировали продвижение противника на севере Харьковской области. На сегодняшний день наши силы обороны, говорит, стабилизировали россиян там, где они находятся. Самая глубокая точка их продвижения – 10 километров. На направлениях некоторых бригад у врага совсем не было продвижения. Он подтвердил переброску резервов на эти участки, сказав то, что можно было забрать с некоторых направлений. Среди причин, почему россияне смогли продвинуться, Зеленский назвал недостаток ПВО. «Они на расстоянии, где у них есть преимущества, действуют авиабомбами и артиллерией», – говорит Зеленский. А также отметил промедление Запада с поставками оружия. При этом он сказал, что Украине впервые за годы войны хватает артиллерийских снарядов. По словам Зеленского, Россия не дошла до основных линий обороны в Харьковской области, а только до первой, которую устроили сами военные под обстрелами. К слову, по этой логике основные крепления украинской армии начинаются за Волчанском, судя по всему. Ситуацию в Харьковской области сегодня прокомментировал российский президент Владимир Путин, который находится, напомню, с визитом в Китае. По его словам, планов по взятию Харькова у России на сегодняшний день нет. Он заявил, что наступление в Харьковской области – это вина власти Украины и ответ на обстрелы регионов РФ. Путин заявил, что если обстрелы Белгорода будут продолжаться, мы будем вынуждены создать санитарную зону. Он утверждает, что россияне там добиваются успехов каждый день по плану. То есть, получается, что в России официально заявляют, что Харьков штурмовать не собираются. И, в общем-то, это согласуется и с тем, что говорит Украина, а также Запад. Тем не менее, западные СМИ все равно достаточно тревожно оценивают это российское наступление. Washington Post пишет, что армия Российской Федерации с апреля 2024 года захватила больше территорий, чем Украина освободила за три месяца летнего контрнаступления 2023 года. Звучит обидно. И хотя успехи Российской Федерации были сравнительно небольшими, аналитики говорят, что они создают нагрузку на украинскую армию на обширной территории и помешают ВСУ подготовиться к собственному наступлению. А вот, друзья, по поводу украинского наступления, здесь на самом деле возникает очень резонный вопрос. Если постоянно говорят о дефиците живой силы, то кем наступать? Кем наступать будут? Непонятно. Но несмотря на то, что на протяжении пары месяцев как минимум говорили о том, что Харьковское направление является одним из возможных, где россияне будут наступать, некоторые считают, что это наступление было ну таким просто сюрпризом, причем не только для Украины, но и для всех остальных. Об этом заявил французский генерал Брюно Клермон. Он говорит, что даже американская разведка не передавала предупреждений. Это был сюрприз не только для украинской армии, но и для всех остальных. Мы должны были увидеть передвижение войск. Это произошло по простой причине. К северу от границы находится город Белград. Это российский город, расположенный очень близко к Украине. И один из российских гарнизонных городов. Не было даже предупреждения от американских спецслужб. Получается, что пока американская разведка сочковала британская, как пишет Гардиан, все-таки Украину предупреждала. Но не прислушались. По словам источника, было передано предупреждение от военной разведки Великобритании и руководству Украины. При этом Гардиан пишет, что когда в 5 часов утра в прошлую пятницу где-то от 5 до 10 тысяч российских солдат пересекли границу, в двух ключевых точках можно было ожидать, что атака будет быстро отражена. Но в реальности оборонительные линии Украины были тонкими или отсутствовали. В Волчанске менее чем в 40 милях к северо-западу от Харькова первой линии укрепления и мин просто не существовало. В статье говорится тот факт, что российские войска за 5 дней смогли продвинуться примерно на 4 мили в нескольких точках, ставит серьезные вопросы о способности Киева защищать себя. Кольнули так кольнули. Ну а давайте с вами в целом, друзья, разберемся, что показала эта неделя уже российского наступления в Харьковской области. Ситуация на самом деле здесь развивается практически идентично недавним прорывам в Авдеевке, Очеретино, Часовьяре. Россияне нащупывают слабое место в обороне, наносят там удар и продвигаются. И по меркам нынешней войны они продвигаются довольно быстро. После этого на места прорыва ВСУ бросают свои резервы, чтобы это продвижение как-то остановить. И сейчас, как мы понимаем, как официально тоже заявляют, резервы брошены на границу с Российской Федерацией в Харьковской области. Но вопрос в том, что россияне могут наносить удары и в других местах. Мы с вами этот момент ранее уже проговаривали. И если посмотреть на карту, то будет видно, что россияне продвигаются сразу на нескольких направлениях. И туда также, получается, придется перебрасывать резервы. Однако, какие? Какие резервы? Ведь их ограниченное количество и постоянно не хватает личного состава. И затем, когда полностью ВСУ исчерпают все резервы, позатыкают эти дыры, россияне могут нанести серьезный, масштабный удар, на самом деле, где-то вообще в другом месте, не в Харьковской области. Или же осуществить целую серию, так сказать, главных ударов. Ну и плюс, летнее наступление россиян может начаться, о котором в последнее время очень активно все говорят. Именно поэтому в Украине и на Западе сейчас превалирует такая точка зрения, что то, что россияне сейчас делают в Харьковской области, это на самом деле обман и маневр. Для того, чтобы оттянуть резервы ВСУ перед началом настоящего, большого наступления. И посылать резервы в любом случае придется. Не посылать не получится. Киев тут стоит прямо перед дилеммой. Если не затыкать эти дыры, то могут быть захвачены еще какие-то населенные пункты в Харьковской области, вплоть до окружения Харькова на самом деле. И пока можно констатировать, что у россиян хватает сил прорывать то тут, то там фронт и вообще продолжать свое наступление, брать все новые и новые населенные пункты. И знаете, даже без какого-либо вот этого анонсированного генерального, скажем так, наступления, российская тактика тысячи мелких порезов, она очень опасна для ВСУ, потому что она обескровливает украинские войска. И это будет очень большая проблема, если украинские власти так и не смогут по итогу решить проблемы с мобилизацией, для того, чтобы как-то пополнять ВСУ. А если ничего не получится, то со временем это может привести к обрушению целых участков фронта. Ну а мы идем дальше. Сегодня Минобороны Российской Федерации заявила о сбитии более ста беспилотников. Получается, что это чуть ли не самая масштабная атака беспилотниками Украины на Россию. А еще сегодня президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал тему возможностей переговоров с Российской Федерацией. Витает в воздухе вся эта история в последнее время, и мы с вами ее в ежедневном формате обсуждаем. По словам президента Украины, Запад не подталкивает Украину к переговорам, но в атмосфере мира это есть. Партнеры не толкают нас, говорит Зеленский. Хотя мне кажется, что в атмосфере мира это есть, и здесь нам нужно быть просто очень стойкими и сильными. И выбрана сегодня правильная площадка, где у нас есть инициатива саммита мира. Напомню, ранее New York Times сообщала, что в Вашингтоне все-таки рассматривают такой вариант, согласно которому в ближайшие несколько месяцев могут начать переговоры, потому что все прекрасно видят, какова ситуация на фронте. А сегодня французская радиостанция Европа-1, назовем ее так, сообщила, что западные страны планируют оказать скоординированное давление прямо на Зеленского для начала переговоров. Западные армии, похоже, опомнились. Украине придется договариваться об окончании войны, рискуя получить худший сценарий, при котором русские откроют еще один фронт. По данным Европы-1, западные канцелярии готовят скоординированную дипломатическую акцию, чтобы убедить Владимира Зеленского принять принцип переговоров. Пока не ясно, готов ли украинский президент сменить костюм героя войны на костюм миротворца. Какая-то прям костюмированная вечеринка получается. Но давайте все-таки вернемся к саммиту в Швейцарии, тому самому вроде как саммиту мира. Действительно, на данный момент его можно считать ключевой датой. Состоится это мероприятие в середине июня, и идея там, в принципе, такая, что все соберутся, какой-то мирный план напишут на основе, конечно, формулы мира Зеленского, а как иначе, а потом все это передадут Москве как ультиматум. Но, как говорится, не все так сталося, як гадалося, и, скорее всего, вот эту задумку Киева, под которую и был придуман вообще этот саммит, реализовать не получится. Главный смысл этой конференции вообще изначально был в том, чтобы привлечь туда те страны, которые не вовлечены сейчас в эту всю историю с Украиной, в санкции против Российской Федерации. Им хотелось привлечь туда Китай, Бразилию, ЮАР, а иначе просто нет смысла. Запад и так согласен с формулой мира Зеленского, они ничего против не имеют. Но и в этот раз, скорее всего, не получится ничего, как и во все предыдущие разы. Я уже не помню, на самом деле, сколько подобных мирных саммитов было, куда такие страны, как там Китай, Бразилия, ЮАР вроде как приезжали, но носом покрутили, сказали, формула это, конечно, хорошо, но мы все не согласны, мы под этим не подписываемся и обсуждали только какие-то второстепенные там пункты. Опять-таки, в ходе предыдущих саммитов представители этих стран заявляли, что нужно согласовывать еще какие-то параметры мира вообще с Россией, для чего, в свою очередь, следует начать мирные переговоры с Москвой. Но с ними никто не соглашался, и как-то все это мимо пропускали, и каждый раз говорили, что вот, прошел очередной саммит, у нас такие большие достижения, просто не вписаться в поворот. И на самом деле нет признаков того, что как-то поменяется позиция этих стран до саммита лидеров, который состоится там 15-16 июня, нет. Буквально сегодня уже стало известно, что две крупные страны, представители глобального юга, лидеры их, не поедут на саммит. Это Бразилия и ЮАР. Президент Бразилии сказал, что нет смысла принимать участие в саммите, когда там будет отсутствовать вторая противоборствующая страна, то есть Россия. А вчера, как мы с вами обсуждали, фактически пришел отказ и от Китая. Си Цзиньпин заявил, что поддержит лишь ту мирную конференцию, которую одобрят и Киев, и Москва. То есть, что мы имеем? Три основных партнера Российской Федерации по БРИКС отказались присылать лидеров своих стран на саммит. И пока, что интересно, нет никакой позиции Индии. Швейцарские же СМИ пишут о том, что они на себя никаких пока по этому саммиту конкретных обязательств не брали. Также довольно показательный шаг накануне саммита сделала Венгрия. Она наложила вето на резолюцию Совета Европы о том, что, ну то есть, мирный план Украины безальтернативный. Вместе с этим Венгрия предложила переговоры. То есть, большинство из тех ключевых стран, которых прям очень сильно хотели видеть на этом саммите, украинские власти туда просто не приедут, что, собственно говоря, ставит под вопрос вообще сам смысл мероприятия. На хиба. На Западе, кстати, тоже не особо верят в продуктивность этого саммита. И, судя по всему, действительно уже приходит так или иначе понимание, что как-то вот стратегию надо менять. Кстати, переговоры сегодня снова прокомментировал Владимир Путин. Он заявил, что Россия анализирует, с кем можно иметь дело по Украине и кому доверять. Говорит, что в целом база для переговорного процесса есть. Это стамбульские договоренности, которые, напомню, предусматривали нейтральный статус Украины с одновременными гарантиями безопасности для Киева, в том числе и от России. По словам Путина, украинская формула мира, которая подразумевает вывод войск Российской Федерации, основана на хотелках, а не на реальной ситуации, и ее невозможно обсуждать. Хотели победить нас на поле боя, не получилось, а теперь выставляют нам условия. Вы что, говорит Путин, с дуба рухнули, с какой стати мы будем исходить из реалий, которые складываются на земле? Ну, то есть, все та же история, Россия не готова возвращать Украине захваченные территории. Также Путин сказал, что к переговорам готовы, но не в швейцарском вот этом вот формате. При этом российский президент заявил, что для России имеет значение вопрос легитимности Зеленского в случае подписания каких-либо соглашений об окончании войны. Также Путин добавил, что на вопрос о легитимности украинского президента должна ответить правовая и политическая система Украины. И мы с вами, друзья, уже неоднократно обсуждали резоны российского президента закончить эту войну. И, кстати, одним из таких резонов является позиция самих россиян. Согласно опросам, большинство выступает за начало мирных переговоров по Украине. По свежим данным Левада-центра, 51% опрошенных выступил за переговоры, 39% за продолжение войны. Ситуация, когда большинство опрошенных выступает за мирные переговоры, сохраняется, кстати, уже много месяцев. Сторонников переговоров большинство во всех возрастных группах, кроме самой старшей. То есть старше 50 лет. К слову, 55 лет это как раз таки верхняя планка для мобилизации в России. Поэтому просто хочешь продолжения войны, зная, что мобилизован не будешь в случае чего. При этом, что интересно, большинство опрошенных, а именно 71% поддержали бы Путина, если бы он решил прекратить войну в Украине на этой неделе. Однако, если людям задавали уточняющий вопрос, что при этом пришлось бы вернуть захваченные украинские территории, то большинство, 60% выступило против и лишь только 30% за. То есть это опять-таки говорит о том, что большинство россиян, согласно этому соцопросу, выступают за прекращение войны по текущей линии фронта. Ну то есть без вывода российских войск с территории Украины. То есть остается контроль Российской Федерации над уже захваченными территориями, по их мнению. А что касается поддержки действий России в Украине, то поддержка 75%. И теперь, друзья, немножко с вами поговорим еще о мобилизации. Ранее мы с вами уже неоднократно обсуждали, что будет происходить после 18 мая, когда вступит уже в полную, так сказать, силу закон об ужесточении мобилизации. И мы с вами обсуждали вот в этом выпуске штрафы и вообще какая ответственность грозит, если не приходишь уточнять данные, если не приходишь по повесткам. И в этом же видео я говорила о том, что Верховная Рада за закон проголосовала, но Зеленский его еще не подписал. Закон о штрафах и ответственности административной, и потом даже еще и уголовной. Так вот, сегодня Зеленский вполне себе ожидаемо и прогнозировано это сделал. За неявку по повестке или за неуточнение данных грозит штраф суммой 25500 гривен. А если не платишь, то блокируют счета в банках, если они у вас, конечно, есть. А если нет, и исполнительная служба не сильно перегружена, то могут описать имущество, что-то продать и вернуть вам разницу по деньгам. А еще Зеленский подписал закон, позволяющий отправлять арестантов на фронт. Минюсте уже заявили, что желающих 4500. Все это, понятное дело, приурочено к 18 мая, когда все как следует заработает. В Минобороны очень так торжественно объявляют, что вот прям уже совсем скоро можно будет обновить свои данные. Сделать это в приложении, которое тоже очень задорно называется «Резерв плюс». Также вчера стало буквально известно, что после обновления данных человеку будут военно-учетные документы вклеивать некий штрих-код. Абсолютно непонятно пока, как это все будет работать и функционировать в условиях полнейшего хаоса и разбалансированной государственной системы. Но как-то оно будет всего 60 дней на уточнение данных, с учетом того, что сделать это не так уж и просто. Рабочие часы ТЦК и военкомата все прекрасно знают, там пару часов в день занимая очередь с ночи. Также абсолютно непонятно, как будут вести себя, например, полицейские или сотрудники ТЦК, если они на улице кого-то встретят. Говорят, покажите свои военно-учетные документы, а там штрих-кода нет. Причем военно-учетный документ понадобится и тем украинцам, военно-обязанным, которые находятся за рубежом. Сегодня украинский МИД сообщил, что возобновляет консульские услуги для мужчин за границей с 18 мая, но, понятное дело, условия уже будут новые. Теперь, наряду с документами, необходимыми для получения выбранной консульской услуги, мужчины призывного возраста также будут должны подать свой военно-учетный документ в бумажном или электронном виде. При этом бумажный документ можно будет подавать только до начала работы электронного кабинета призывника, в котором каждый сможет самостоятельно сформировать электронный документ. Ну и апогеем всего этого итогового выпуска является то, что в Украине уже начали стрелять по тем мужчинам, которые пытаются из Украины выбраться. Я не шучу. Вчера мы сообщали, что пограничник застрелил мужчину из Днепра, который пытался пересечь границу в Закарпатской области и уйти в Румынию. И ГБР сегодня подтвердила эту информацию и заявила, что открыла уголовное дело. Стрелку грозит от двух до девяти лет лишения свободы. Что ж, вот такая информация к вашему размышлению, друзья мои. С вами была, как всегда, я, Олеся Медведева. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал Страна.юэй. Это пока единственная площадка, где мы с вами можем общаться и коммуницировать. Большое спасибо за вашу поддержку в комментариях и за ваши лайки, потому что это помогает каналу продвигаться и развиваться. Завтра выпуска не будет, а в воскресенье, скорее всего, будет. Так что, по возможности, всем желаю спокойных и безопасных выходных, скажем так. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok